здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня актуальная тема как не потерять деньги на фондовом рынке и так как не потерять деньги на фондовом рынке оказывается есть такие инструменты абсолютно надежные и вы ни при каких условиях не будете в минусе то есть ваши деньги не уменьшатся именно на фондовом рынке это возможно это легко сделать и более того я об этом регулярно рассказывал но кто же слушает меня мне всегда говорили что нет лучше я куплю акции потому что акции растут быстрее нет я лучше вот не буду этой фигней заниматься просто куплю акции и все но когда говоришь им что ну акции это же тоже они же могут и упасть но никто об этом не думает потому что акции давно уже не падали и вот они упали и сейчас вопль стоит что у меня акции упали а минус 10 процентов а что делать что делать ребята ну очень простая штука у вас брокерский счет ну вот в частности брокерский дом открытия у меня смотрите мы заходим на брокерский счет и на брокерском счете видим вот здесь вот в личном кабинете штучка такая структурные продукты посмотрите но здесь есть описание что такое структурные продукты честно говоря я уже все это знаю вот они защитные структурные продукты все элементарно вот одна кнопочка вот это потом вот это защитные структурные продукты всего железные аргументы вы знаете он только тут один вот защитный но вот это вот сто процентов видите вот это щит и сто процент это стопроцентная защита капитала то есть вы ни при каких обстоятельствах не потеряете деньги но деньги у вас будут лежать до ноября 2024 года и у вас деньги будут расти участие в доходе 50 процентов 50 процентов от роста базового актива то есть есть какой-то базовый актив но здесь в частности гмк норникель гмк норникель такая компания крупнейшая компания и очень даже неплохая смотрите если акции гмк норникель скажем за это время вырастут на 20 процентов то ваши деньги вырастут на 10 процентов потому что участие в доходе 50 процентов но если акции за это время гмк норникель грохнуться вниз то вы ничего не потеряете ну а теперь давайте посмотрим что такое гмк норникель гмк норникель это крупнейшая металлургическая компания которая но как видно из названия занимается добычей никеля но кроме никеля там есть еще и сейчас то ли палладий то ли платина гмк но вот это сопутствующий металл и вот именно он по моему палладий вот именно он последнее время очень сильно рос никель тоже рос очень сильно и у компании гмк норникель росли котировки акция росла несмотря на кризис несмотря ни на что акции росли сейчас они я думаю что упадут в ближайшее время и может быть это даже хороший признак когда они начнут расти дело в том что никель используется в производстве а автомобиль нам в автопроме и больше знаете где в производстве электрических машин электромобилей то есть он используется в аккумуляторах где у нас делают электромобили в основном но вы знаете тесла да значит пока лидер но сейчас все компании ведут разработки электромобилей уже у серийно выпускается очень много электромобилей nissan на японцы очень много выпускают автомобили и очень крепко взялись за это в европе компания бмв там просто огромные инвестиции в это дело и скоро вы увидите что электромобили в европе будет бегать больше это значит что потребность в никеле очень резко вырастет но а никель это гнк норникель но кроме того вот этот самый палладий он где используется а он используется сейчас основной тренд на экологию а он используется в каких-то ну в производстве короче говоря катализаторов то есть это катализатор для очистки топлива во все современные на двигатели обязаны просто компании снабжать катализаторами требования постоянно ужесточаются а катализатор это палладий то есть хоть туда хоть туда спрос растет вот почему спрос сейчас но упадет потому что ну наверное в свете с кризисом спрос на автомобиле на какое-то время снизится но ведь мы то покупаем этот продукт до ноября 2024 года пожалуйста все есть теперь давайте вернемся к витрине структурные продукты и посмотрим что же есть в купонных смотрите сейчас все падает да и и поэтому смотрите но вот быстрый купон я не хочу смотреть возрождение роста один раз в год платится купонный доход вот 17 процентов обещают один раз в 30 дней ежемесячный постоянный купон я подчеркиваю постоянный купон то есть смотрите вот переходим сюда срок инвестирования один год ставка купона 17 процентов годовых вы будете получать каждый месяц 17 процентов годовых то есть от всей суммы 17 процентов делим на 12 месяцев то вы получаете вот одну 12 от этой суммы какие компании входят в эту корзину но так сейчас смотрим здесь сумма минимальное инвестирование двести пятьдесят тысяч рублей барьер отзыва продукта сто процентов от начальной цены что это значит это значит что вот здесь вот есть корзина на акции и если эти акции вырастут полюс лукойл если эти акции все компании выросли в цене то халява заканчивается и брокер вам возвращает все ваши инвестированные деньги на счет 250 тысяч рублей и вы получаете абсолютно все положенные к данному моменту купоны то есть вы получаете свои 17 процентов годовых но при этом и получаете все свои деньги назад и и все вы дальше думаете куда их инвестировать дальше потому что все выросло но когда все выросло лучше уже инвестировать наверное в акции или точно так же покупать другой продукт здесь есть риск и здесь есть смотрите барьер выплаты купона 0 процентов от начальной цены это очень здорово потому что независимо от того упали акции насколько упали купон вы будете получать всегда но вот это вот штучка вот если акции упали на 15 процентов что такое 15 процентов 85 равно 100 минус 15 то есть если худшие из этих компаний в конец в конце срока то есть через год если самое худшее упало больше чем на 15 процентов то вы получаете не свои деньги а акции этой компании по первоначальной стоимости то здесь есть риск вот в защитных риска нет вообще и на курсе по опционам я рассказывал как это строится это тоже опционные стратегии почему я занялся опционами потому что посмотрите когда все падает акции упали вот на 15 процентов самая плохая акция то есть все упали на 14 процентов вы получаете 17 процентов годовых и плюс свои деньги назад но если больше чем на 15 процентов то да есть риск в защитных риска нет на курсе по опционам я вот вчера как раз и рассказывал о том как построить самостоятельно структурный продукт но если вы не хотите заниматься опционами это очень сложно я прямо скажу вот пожалуйста готовый продукт давайте вернемся сюда еще что с купонными продуктами какие есть еще 17 процентов годовых но в принципе мне нравится эта компания это автокол на корзину из газпром лукойл поле золото и yandex но если они упадут то в общем сказать точно не обанкротятся вот так то есть потерять можно все только если компания обанкротятся здесь надо смотреть внимательно но газпром вы знаете лукойл вы наверное догадываетесь что компания поле золото это компания которая добывает золото золото добывающая компания но я думаю, что она скорее вырастет, чем упадет. Газпром через год глядишь и достроит свой этот северный поток, и все там наладится. С Лукойлом все будет в порядке, я вам гарантирую. Ну, Яндекс развивается, вводит новые сервисы. Должно быть все хорошо. Ежемесячный потенциал номер один. Один год срок. Выдерживает падение до 20... Нет, не выдерживает. Это... Сейчас смотрим, что. Так, Алроса, Мосбиржа, НЛМК, Новолипецкий металлургический комбинат и Сбербанк акции привилегированные. Самая слабая компания, я думаю, что НЛМК, но здесь это мое личное мнение, так сказать, как бы у вас может быть другое. Алроса тоже, в общем, это Алмазы России. Вот. На Алмазы сейчас спрос не очень. Вот. Барьер защиты капитала 85% от начальной цены актива. Барьер выплаты купона 85%. Что это значит? Это значит, что если худшая из этих акций упала на 85%, там, на период наблюдения, то, собственно говоря, купон тоже прекращают выплачивать и запоминается. Ну, вот такие условия. Более подробно вы можете посмотреть, узнать. Ну, структурные продукты, пожалуйста, выдерживают 15% падения. Что еще есть? Смотрим. Купонный платеж на 2 года. Один раз в 90 дней, раз в 3 месяца, в квартал. Это тоже хорошо, в принципе. 13% купона. Я думаю, что здесь... Ну, в общем, нет. Скорее. Так, давайте другой посмотрим. Мне этот не очень понравился. Так, нереализованный потенциал на 3 года, раз в год выплачивается доходность. Вот здесь вот очень интересный. Тоже 250%. Ну, тоже 85%, 85%. Но акции выбраны те, которые уже упали. То есть, они сейчас находятся на минимуме. И падать им вроде бы уже ну, некуда. Ну, Роснефть уже выросла. Вот. Ничего не могу вам сказать обрадовать. Все остальные уже упали здорово. И у них только один путь вроде как вверх. Но решать вам все-таки. То есть, вы оцениваете риски. Могут они упасть еще на 15% или нет. Какие еще есть продукты? Давайте посмотрим. Так, Россия, финансы и ресурсы. Я, честно говоря, не очень. Вот, значит, ставка на лидера. На один год, раз в полгода выплачивается купон. Автокол на корзину из ЧМФ. Это Магнитогорский металлургический комбинат, насколько я понимаю. Моэкс – это биржа. Новотек – это Новотек. Сейчас уже растет во всем. И Яндекс. Ну, давайте не будем рассматривать. Энергии и ресурсы. Автокол на корзину из того же ЧМФ, ФСК, ЕС, Лукоил и Роснефть. И ежемесячный потенциал номер два. Вот это вот то, что у меня есть. Они уже закрывались по автоколу. То есть, я вносил туда деньги и акции все выросли, дружненько, закрылись. Я внес акции, все акции выросли, закрылись. Сейчас они у меня не закрыты, потому что все упало. Вот. Ну, так как все упало, сейчас очень хороший момент для входа. Для входа. Итак, смотрите, структурные продукты позволяют в данном случае получить доход, даже если акции упали, но не сильно. Они уже упали, но если они еще упадут до 14% и в течение года не поднимутся, то, или там двух-трех, то, значит, ну, вот тут есть риски. Если поднимутся рисков никаких, вы получаете доходность очень хорошую. И защитные продукты еще раз. Вот они, 100% защита капитала. Пожалуйста. Ну, здесь в данном случае один, но обратитесь к своему брокеру. Я вас уверяю, что их там несколько может быть. И еще раз говорю, что спроектировать его можно и самому. То есть это проектируется через ОФЗ, которые дают гарантированную доходность и никогда не падают. И плюс опцион на какой-то базовый актив. Ну, скажем, если вы хотите, я рассматривал на курсе по опционам, это золото. То есть, если золото вырастает, то мы получаем, если золото к доллару вырастает, то мы получаем сумму, эквивалентную росту золота в долларах. Вот. Но если золото падает по отношению к доллару, вдруг, ни с того, ни с сего, то, соответственно, мы ничего не теряем, мы зарабатываем на ОФЗ. Такую конструкцию можно сделать самому абсолютно. Ну, а я рассказываю о том, как это сделать на курсе по опционам. Курс по опционам. Сайт demetkov.ur.com Там кнопочка прямо в центре опционы. И вы сможете сами это же делать. Но предупреждаю, что там будет достаточно сложно разобраться, потому что требуется ну, какие-то уже знания там по математике, наверное, все-таки. Вот. Там достаточно сложная теория. И это уже не для чайников, можно сказать. Ну, те, кто прошли курс биржи для чайников, могут купить это с 50-процентной скидкой. Но вот это будет сложно все равно. Сразу могу сказать. На сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok